Выпавший ночью снег едва не парализовал главные магистрали Красноярска. На многих участках пробки дорожники утверждают, что работали в авральном режиме. Но в ГИБДД все равно остались недовольны. Ситуацию осложняет и то, что многие автовладельцы до сих пор ездят на летней резине. Сегодня в шиномонтажках и магазинах, торгующих зимними шинами, очереди. Подробности у Натальи Истоминой. Обильный ночной снегопад сегодня доставил много хлопот красноярским автомобилистам. На шиномонтажках образовались громадные очереди. Водители в экстренном порядке меняют резину. Многие сделать это еще не успели, поэтому в городе очень замедленное движение. Отмечу, что сложными эти сутки выдались и для работников коммунальных служб. Почти всю ночь без перерывов шел снег. На дорогах появилась ледяная корка. Утром образовались пробки на всех главных магистралях. Сложности были на Копыловском мосту предмостной площади по дороге в Солнечный. Там фуры не могли подняться в гору. На трассах также проблемы. Заторы были по дороге в Енисейск. Однако всплеска ДТП автоинспекторы не отмечают. За сутки норма аварий для города не превышена. Единственное, что увеличилось количество мелких ДТП, это именно из-за несоблюдения дистанции скоростного режима. То есть столкновения, в принципе, сегодня стояли на каждой магистрали, почему были большие. Но следует отметить, что даже визуально сегодня утром количество транспорта было меньше, чем в обычный день. То есть часть водителей не выехали. ГИБДД остались недовольны работой коммунальщиков. Но в департаменте городского хозяйства говорят, что делали все возможное. На улице вывели около ста единиц спецтехники, что почти вдвое больше, чем было запланировано по графику. На главной магистрали города, а также на опасные спуски, подъемы и круговые развязки вылили почти 4,5 тысячи литров соляного раствора. Он помог растопить снег. К утру спецтехника ушла с дорог, чтобы не затруднять движение. Сегодняшняя ночь проверила наши все подрядные дорожно-строительные предприятия на прочность и на готовность к работе в зимний период. Все подрядные организации дорожно-строительные выполнили свою работу. Наша оценка удовлетворительная, но расслабляться не надо. Впереди нас долго ждет зима, и все подрядные организации должны быть готовы точно так же работать, как сегодняшнюю ночь. От снегопада сейчас выигрывают шиномонтажки. Многим пришлось даже продлить рабочий день. В среднем приходится обслуживать по 35 автомобилей. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Записаться практически невозможно. Телефоны просто обрывают. В живой очереди водители стоят по несколько часов, бросая все дела. Давно стоите в очереди? Часа два. Пришлось свои планы пересмотреть. Ехать за городом вообще опасно. Безопасность важнее? Конечно. Как говорят бизнесмены, из-за того, что сезон начался раньше обычного, прибыль от продажи шин увеличилась на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Осенью 2011-го пик пришелся на начало ноября. И многие до этого успели переобуться. Сейчас же, как говорят в сервисах, все проходит в авральном режиме. Отмечу, что в прибыли и другие предприниматели. Многие красноярцы решили сегодня не садиться за руль, а отправиться по делам на такси. По оценкам бизнесменов, в результате количество вызовов увеличилось больше, чем на треть. Конечно, напряжения в работе появились. Заявок стало на порядок больше. Ну и, соответственно, всех клиентов мы не смогли вывезти. Машин на линии не хватает. Конечно, будем стараться вводить новые машины, набирать новых водителей дополнительно. Конечно, эту проблему будем решать. Погодные условия практически не отразились на работе междугороднего автовокзала. Все рейсы вышли по расписанию. А вот пассажирам некоторых самолетов пришлось ждать около двух часов. Все лайнеры по два раза обработали антиобледенительной жидкостью. На порту с самого утра у нас работают две противообледенительные установки, очень живенько, в хорошем темпе. И они будут работать, пока будут сохраняться такие сложные погодные условия. Соответственно, не исключено, что задержки будут и завтра, если сохранятся такие погодные условия. И нам, соответственно, потребуется противообледенительная обработка воздушных судов. Отмечу, красноярские синоптики еще в первых числах месяца обещали, что октябрь будет теплее нормы. Но сейчас прогноз скорректирован. В ближайшие несколько дней температура будет колебаться от 0 до плюс 3. А вот ночь холодная до минус 10. Добавлю, в ГИБДД говорят, что в ближайшие дни улучшения дорожной обстановки точно не будет. Поэтому водителей просят соблюдать все меры предосторожности. Напоминаю, если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 29 29 115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontovo.ru Наталья Истомина, Олег Голубин, Афонтова Новости.